Народ, всем привет! Сегодня будет такое небольшое спонтанное видео У меня простая работа Ну, как скажем так, текучка, очередной заказ Но он, ну, несколько отличается От всего, чего я обычно делаю В общем, сегодня я на своем небольшом ЧПУ-станке буду делать Примерно такого же размера Стол для примерно такого же станка Как и мой Заказали мне стол из дюраля из алюминия Стол будет сборный из Ну, получается, трех слоев Вот, ну, сейчас по дороге там все расскажу Сложность изготовления заключается в том Что стол равный моему по размерам И при всем при этом Он накрывает мой стол полностью Зацепиться мне особо не за что Но заказчик дал добро на то, что можно сверлить Сквозь него отверстия И вот таким образом крепиться к моему столу То есть эти отверстия частично не будет видно Они там частично заглушатся потом Вот, ну, в общем, вот таким образом будем сейчас поступать Вот так вот выглядит столик будущий Это плита 25 Она со всех сторон накрывает Сейчас она у меня сдвинута специально Вот я оставил себе зацепиться Маленький кусочек Вот она сдвинута туда Дальше Вот, но если ее поставить по центру Она будет накрывать и здесь тоже Извиняюсь за свет, моргает Но если выключу, видно не будет совсем Вот, значит, теперь я что делаю? Я сверлю четыре отверстия И после этого делаю в них цыковки И болтами буду крепиться сквозь эту плиту К себе в свой стол И там далее уже обработка плоскости Потом переворот, пазы Вот, ну, покажу все по ходу дела По материалам, да, достаточно столик такой кошерный будет Будет сборный такой же, как мой Чуть-чуть по другой технологии у меня, видите, тоже Здесь вот как бы слой идет Вот, и, соответственно, он собирается на болтах Удобная тема, просто вот эти ламели взял, поменял Ну, вот эти полосочки, да Вот, вот так Поменял они на болтах На самом же станке отфрезеровал Поменял, закрепил, все, и новый стол у тебя Ну, прошелся плоскость, естественно Вот, значит, будем повторять нечто подобное Только не будет вот этих вот пазов, как у меня сделал Но он будет во всю ширину Стол такой достаточно кошерный по материалам Получается, это плитка 25D16T Снизу будут две плитки проставочные под каретки По 15 миллиметров Это будет В95Т1 То есть это такой, ну, очень-очень твердый сплав И сверху вот эти вот ламели, которые, ну, на этом столе будут Они тоже будут из подобного же материала То есть у нас в середине пирогра будет Д16Т Снизу, сверху будет как раз более твердый Ламели снизу хорошо болтами их будет Когда болты будут поджиматься, не будет их заминать А снизу к кареткам крепления будет жестко монолитным Так, отбиваем нулей Попробовал я выключить свет Может быть, получше Нули Пока на заготовке я отбиваю касанием На метали на готовые Я уже Проверим сначала Да, что Десять минут Есть касание Здесь я выбираю минус три Так как диаметр фрезы у меня шесть Теперь я отбиваю по игреку Чтобы дальше не возвращаться сюда Есть касание То же самое, оставлю минус три Так, и теперь Нужно проконтролировать Ровно ли у нас лежит заготовка Заборов никаких нету Притык к столу Ну все, максимальный ход Вот что у меня получилось Три, три Должно быть три Ну, в принципе, давайте подвинем, что ли Двигать проще вот так Берем Делаем Опускаем Пониже, чтобы тело фрезы было У нас В контакте с деталью не зубы А именно цилиндрическое тело Чуть-чуть я отодвигаю деталь Чтобы зазорчик появился Теперь сдвигаю На три ровно И просто деталь Прижимаю вот так к фрезе И все После этого Второй болтик Который позволял нам Двигать деталь Но я его слабил Сейчас я его затягиваю Таким образом у нас Получается Параллельность оси X Я понимаю, что она условная Но это у нас Заготовка у нас По 5 мм припуска С каждой стороны Поэтому без проблем Можно было бы и не двигать Но ладно Раз есть такая возможность Сделаем Так, ну что ж Запускаем Все Запускаем сейчас Центровки И сверление Так, центровались Теперь будем сверлиться Сейчас поменяю Ребята, извините Неудобно мне без света Поэтому придется Потерпеть Чуть Так, значит Отбил я Горень отбил Заменил инструмент Теперь Запускаем Пробинг Сверлиться буду 4,2 И сверлиться Будем Ступенчато Держу палец На кнопке Потому что Опа Опа Нормально Очень часто бывает На такую глубину Забивают Сверло с ручкой Я подуправил Тут Клинки Тут У меня 3 миллиметра Обычно На накопление В этом ступенье Ну, уже Глубленные Тремя шагами Тумарно На 3 миллиметра Вот Я же сделал два Все равно Надо Контролить Сверло Смачивается Охлаждается Сош Большой глубинок Чувствуется По шпинделю Когда стружка Набивает Немножко Обороты Падают Поэтому Надо контролить Вальтер на кнопке Нормально Понятно Чтобы Если бы Этих отверстий Было Там 300 штук Я бы Программу Полностью Переписал Чтобы не стоять Возле столкнулся Четыре отверстия Я по своей стандартной схеме Чуть-чуть глубину Подправил И все Так, ну все В принципе Сейчас я делаю Досверливаю отверстия До конца Насквозь на сверлилке Делаю циковки На сверлилке И уже Вот в эти отверстия Я буду крепиться Уже в свои пазы Эта заготовка Соответственно Звенится сюда Этих прижимов Не будет Сейчас я покажу Так Сделал Вот такие вот Циковки Они достаточно Глубокие Циковки Делаю Таким вот Инструментом Тысячелетом Уже Купил я Четыре штуки Наборчик Вот такой Ссылку не спрашивайте Сейчас уже не найду Китай Покупал Специально Под алюминий Виден HSS All Типа Быстро Рез Под алюминий Ну ладно В общем Циковки готовы Они глубокие Почему? Потому что Вот этот вылет болта Вот этими болтами 25 на 4 Будет крепиться М4 Вот этот вылет болта Точно-точно В глубину Моего паза То есть Не достает до дна Вот И в то же время Я при обработке Не буду голову Цепляйте Потому что здесь Пазы будут фрезероваться Так Закрепился Отбился Запустил Центрол Отверстий будет Много Ну ладно Весь цикл Я снимать И буду Это не то Интерят Потом Прослежимся Дальше Заканчивается Для ускорения работы Я использую Две гайки Одна у меня Сейчас Затану с вербовней Цанки Вторую Сейчас мы тоже Подготовим Следующую Затану с вербовней Такая вот будет Длинная Минус конечно В обработке Заготовых До толщины Что приходится Длинной Трезой Небольшого диаметра Потому как Шпиндельта Высокообородистый Немощный 2,2 киловатта Ладно В общем Закончили С Сверлением Следующая операция У нас Фрезеровка И начнем Мы С контура Почему Потому что Потом делать Пазы Будет Удобнее Так Заглубление Фрезы Будет С торца И пошел Чтобы не Хотелось Углублялась Здесь Припуск Большой С края Поэтому Сначала Я решил Обработать Контур А уже Все Идет Обработка Контура Прямо Шестерка Трезуба Ферма Затца Отличный Много лет И на фальзу И очень довольны Здесь У нас Припуск Меньше Семь Миллиметров Берет Не на всю Не на весь Киометр Поэтому Будет Сильно На глазах Идет Помягче Ну и нужно Учитывать Еще Что Длина Вылет Большая Не Так Так Съем У нас Полтора Миллиметра Семьсот Пятьдесят Подача Двенадцать Тысяч Оборот Мы Работаем Идет У нас Последний Проход Волнительный Момент Сейчас Эта Планта Возна Отвалится Потому что У нас В нуле Упала туда-назад Сейчас я ее Уберу Аккуратно Ни на что Не намоталось Мы сейчас Посмотрим Как передняя Планта Отвалится Я Планта Уж Victory НИ Планта О Шестовой проход, снимают одну десятку на всю толщину вот такие вот волосики получаются длинными Заменил фрезу, тоже самое один в один повторил чуть покороче Ну и пошла обработка, здесь у нас будет в одной операции Это фейс карманы, то есть будут продольные пазы Покажем потом, что получается Так, готовы наши пазы Такие вот у нас пазики получаются Это для работы с Т-образными болтами Ну, в принципе, они и по ГОСТ, и у Соберезавода Ну, то есть я, для примера, брал Соберезаводовский крепеж То есть гайки Т-паз и болты Т-паз И, соответственно, по размеру взяты именно вот этот крепеж Так, ну ладно, это я все столкнул Так, по большому счету все на этом, с этой стороны Единственное, я думал снять фаски, но потом подумал Вот если здесь снимать фаски, здесь же еще накроются у нас ламелями То будет, в стыке будет видна щель Вот, ну, может быть она и так будет видна, но все равно Если я это сделаю, то искусственно ее создам Ладно, в общем, фаски я снимать не буду, только на отверстиях сниму Под нарезку резьбы И, в принципе, все, можно будет переворачивать Так, немножко почистил, все помыл Такой вот у нас профиль получается И это вот под такие вот гайки Гайки такие же есть Т-болты То есть она сюда вкладывается Есть небольшой люфтик, чтобы она не заедала И в то же время достаточно плотно Ну, это по большому счету повторенный паз Который в профиле 120 на 60 С выходом 8,2 Вот эта вот полочка у нас 8 И будет пазик вот здесь между Ну, то есть ламеры лягут Между ними будет 8,2 Так, где у нас Вот так вот Четко все, ничего не задевает Вот, и плюс еще будет Возможность вот в этой гайке Там на пару миллиметров Ну, вот так получается Подниматься Чтобы, ну, болт не точно там прям подгонять по длине Я уже просто знаю, что это такое Когда нужно вымерять прям точное расстояние Если у вас нету Т-болта Вы используете Т-гайки Приходится подгонять так, чтобы Хвостик, ну, в смысле кончик болта При затягивании притянул деталь И в то же время не уперся в дно Вот, ну, и как бы остался в телегайке Поэтому вот небольшой ход у этой гайки Он будет способствовать Более простому подсчету, скажем так С большей погрешностью Так, фаски снял Фаски большие 0,6 мм Вот, ну, на нарезку резьбы Самое то Так, все В принципе, по этой стороне С этой деталью все Потом продолжим Итак, следующим этапом Подготовил 10-миллиметровую B95-T1 Но Это сплав другой Потом я вам маркировку покажу Аналогичный Вот, режу я в своей каретке Циркулярной пилой Диску уже сто лет Половина зубов нету уже Пора менять Но у нее немножко нестандартная посадка Поэтому тяжело бывает найти Эти отрезные диски Пилы Вот, в общем, отрезаю Из двух кусков буду делать То есть, за раз Опять же, обработать не могу Чтобы не мучиться с креплением Сделаю за два раза Вот, из этого будут ламели делаться у нас Так, режем Запустил обработку фейса Ну, то есть плоскость мы выравниваем Здесь будет выравниваться только плоскость Для чего? Потом мы ее перевернем Уложим на эту обработанную плоскость И уже будем вырезать контура И под отверстие колодца Цыковки В общем, все Сейчас готовим плоскость Пока готовится на этой Видим следующую деталь Одна деталька готова Отправляем вторую Вот такой вот у нас сплав Родом, видите, даже из Германии Сейчас мы ее приведем в порядок Фрезеруем цыковки Цыковки Отцентровался Отцверлился И вот сейчас цыкование Если это можно так назвать Ну и потом будем потихонечку вырезать Пазы по одному Прижимы перемещая Сначала один контур Потом второй И таким образом Ламели получше Так, продолжаем Отторцевал вот эти две стороны С этой стороны и с той Появился маленький зазор Зацепился за него Прижимами Там буквально по 5-6 мм И теперь вот Зарезировываю по одной стороне Туда-туда проходами Длинный торец Вот таким образом Сейчас его закончат Поставлю прижимы Вот с этой стороны Это первая ламель будет узенькая Которая крайняя Поставлю вот так Два прижима И ее отфрезеруя и не снимая А потом дальше Она будет переставляться Вот приходится вот так вот Изгаляться Когда не хватает Длинный стола Для зацепиться за сон Так, закончилась фрезеровка Открепляемся Сейчас посмотрим Что у нас получилось Такая вот Такая ламелька Это крайняя Маленькая самая То есть это у нас сторона Которая отфрезерована Будет к столу крепиться Ну и соответственно Это будет вверх Цыковки сделаны Сразу же с запасом Ну ладно, об этом потом Я еще расскажу Вот Соответственно Здесь у нас нету Никаких Ни перемычек Которые бы ее держали Ни с этой Ни с этой стороны Все Пройденные торцы Все под чистовую Проход То есть она Чистенькая Полосок на ней не видно Вот Ну и в общем Можно сказать Это уже чистовая деталь Поверхность вот эта Фрезероваться Уже будет непосредственно На станке Когда Мой заказчик Закрепит Себе стол Уже установит И самим станком Поэтому я ее не трогаю Ни фаски здесь не снимаю Ни в цыковках Фаски не снимаю Это бессмысленно Потому что Снимется слоем Материала Металла И соответственно Все эти мои фаски Уйдут вместе с ним Поэтому Смысла этого нет Это я и не делаю Все продолжаем Сейчас Из этой части У нас получится Две штуки Широких ламелей Также буду сейчас Сначала одну сторону Обрабатывать Потом ставить сюда Прижимы И проделывать Пас между ними Так Значит Закончил я фрезеровку Второго комплекта Вот у нас Такие получились Детальки Четыре у нас Ламельки широких Две узких Вот Пока это все дело Фрезеровалось Нарезал я Резьбы везде Во всех отверстиях Вот с помощью Своей Установочки Несмотря на ее Маленький размер По всему кругу Только в двух Вот в этих отверстиях Не смог нарезать А везде Вокруг достает Так Ну и что Теперь у нас Должна быть Некая картина Получаться Да Теперь мы Просто Берем Эти вот Ламельки И вот таким Вот образом Укладываем Отверстия У нас все Совпадают Все Здесь будут Болты М5 на 10 Также сюда Так Это не так Это у нас Вот так В эту сторону По поводу базирования Значит Как их разместить То есть Ну в отверстиях Все равно Будет небольшой Люфт Вот эти вот Крайние плоскости Они у нас В плоскость В одну Совпадают сюда Здесь мы их базируем А дальше Вот эти вот Зазоры Они у нас Должны быть 8,2 То есть Я возьму 2 КМД Буду вставлять По краям Прижимать И крепить Ну то есть Когда базирую Вот эту маленькую Это не Большую роль Не играет По большому счету Если даже здесь Какой-то будет Зазор где-то больше Где-то меньше Это не суть важно Там больше чем В две десятки Есть запас Поэтому Можно играться Здесь Как угодно Но вот На первый раз Как говорится Пока у меня есть Возможность Человеку Я соберу Все точно Вот Ну и так далее Таким Таким вот образом Упало Все это дело Скрутится Соберется Глубину В отверстиях Под цепловки Я сделал С запасом Там порядка Шести миллиметров Ну то есть Это при Износе стола Чтобы его можно было Пропылять Пропылять Еще несколько раз И чтобы еще До болтов Не доставало Ну и вот Таким вот образом Вот это все Будет у нас Получаться Такие вот Пазы у нас будут Здесь на М5 В моем столе На М4 Отверстия Держат прекрасно Причем Стол у меня Из более мягких Материалов Сделан Здесь Вот этот В95Т1 Сплав Он достаточно Твердый Когда болтом Затягиваем Здесь снизу Не будет никаких Немятин Ничего У меня иногда бывает Когда перетянешь Вот Но В этом плане Здесь проблем Быть не должно Плюс тут Отверстия М5 На моем столе М4 Шаг отверстий Ну примерно Одинаковый Ламери Примерно Одинаковый По ширине С моим То есть Если уж на моем Держат Без проблем То этот вообще Будет Плюс он толще Вот Ну короче говоря Столик должен Классный Получиться Так Переходим К следующим Деталькам В общем Это у нас будут Подкладки Под каретки Нам нужно Получить Получить Зазор Между Уровнем Кареток И Впадиной Снизу Стола Под Гайку ШВП Вот между Этими Уровнями Должно Быть 15 Миллиметров Так Значит Отфрезеровал Одну Сторону Так Вот Все Дело Выглядит То есть Здесь Она Нефрезированная Вот И Теперь Мы Вот Эти Вот Каретки Будем Уже Вторую Ой Каретки Теперь Мы Вот Эти Подкладки Вторую Их Сторон Будем Уже Фрезеровать В сборе Со Столом Эти Отверстия У нас Для Крепления Кареток Вот Эти Отверстия У нас Для Крепления Самих Этих Подкладок Вот Их Шесть Штук На Шесть Будут На Закрепил Закрепил Стол На Данный Момент Он Закреплен Вверх Ногами Без Ламелей То есть На ту Фрезерованную Поверхность На Чистовую Вот И Выкатал Его Закрепил По Индикатору Использовал Те же Отверстия Которыми Был Крепился Когда Та Страна Фрезеровалась Только В другую Сторон Так Значит Обкатался Ну Вот Сотка Туда Сюда Бегает Откуда То Ну В общем Вот Таким Вот Ну И Далее Вся Обработка У нас Будет Происходить На Вот Этой Поверхности Как Работать Разом На Трех Станках ЧПО Фрезерует Большой Токарный Торцует На Автоподача А я На Маленьком Заготовке Торцую Вот Так Вот Три Руки Можно Сказать Отфрезеровал Получил Я Такую Вот Плоскость Здесь У нас Уступ Здесь Уступ Здесь Яма Единственное Что Вот Эту Яму Я Поторопился Сделать Ее Нужно Будет Наверное Пропылить Вместе С Подкладками В общем Пока На этом Останавливаться Не буду Потом Объясню Когда Уже Буду Это Делать Так Значит Подготовил Отверстие Зацентровался После Фрезеровки Плоскостей Центровкой Везде Прошел Просверлил Здесь М6 Резьбу Нарезал Нарезал Шурмовертом Просто Здесь М4 То есть Вот Получается Их Два Четыре Шесть Штук М4 Три Штуки И здесь То же самое Два Четыре Шесть М4 По три Штуки С каждой стороны Потом Будет понятно Для чего Они Куда Так Ну и далее Переходим К следующему Этапу Забыл Совсем Отснять Начал Уже Обработку Вот Первый Фейс Пошел Значит Закрепил Наши Подкладки Таким Образом Все Уже Как это Будет В сборе То есть С прижимами Со всеми Делами Болты Вкрутил Везде Здесь Поглубже Здесь Помельче Цыковки Сделаны Это так Задумано Специально Сейчас Поймете Дальше Почему Вот Ну и В общем Запустил Фрезеровку Сейчас Отфрезеруется Потом Покажу Что Получилось И так Закончил Я с Фрезеровкой Нарезал Уже Кое Где Резьбы Где Достал Два Отверстия Только Осталось Так Значит Вот Такая Получается У нас Картина Эти Проставки Упираются В уступ Прижимаются Цилиндрами Через Винт С потайной Головкой Здесь То же самое В этот уступ То есть В разные стороны И В свою очередь Они сами На себе Тоже Имеют уступ В который Будет упираться Каретка Которая Установится Здесь Вот здесь Вот отверстие У нас Для ее Крепления Кстати Что интересно Стоит Сош Там Она никуда Не уходит Вот Настолько Плоскости Хорошо Друг Другу Прилегают Что Во всех Отверстиях В виде Стоит Сош Везде Никуда Не уходит Из щелей Не вытекает Вот Соответственно Получается У нас Такая Картина Что Здесь Сама Не может Камера Сфокусироваться Из этих Полосок То есть Она как Зеркало Отражает Камера Начинает Ругаться В общем Сама Проставка Прижата Тремя В трех Точках К борту Вот И каретки Каждая каретка Будет еще в двух Точках Прижиматься К борту Такими же Через такие же Цилиндры Вот отверстия Резьба Нарезана Вот Кареток у меня нету Поэтому сразу же Не ставлю Каретка будет Немножко сюда Торчать Вперед Вот Но это Согласовано С заказчиком Вот И соответственно Одновременно Мы получаем Между Вот этой Плоскостью Это одна Плоскость У нас Да Вот эта На двух деталях Одна плоскость И вот этой Плоскостью Вот между Этой И вот этой Мы получаем Ровно 15 Миллиметров Почему? Потому что Я сейчас еще Взял Пропылил Эту плоскость Десятку снял И с учетом Этой десятки Я Отфрезеровал Плоскостью Вот здесь И вот Вот это Самое Точное Самое Надежное Самый надежный Вариант Обработки Когда мы За один проход Не отбивая Десять раз Длину инструмента Один раз Ее отбили Фрезеруем И здесь И здесь Вот тогда У нас будет Все надежно Все точно Несмотря на то Что я попадаю В сотку Бывает Ну промеряю Детали По толщине Даже Вот Но это не всегда Получается То есть Это от многого Зависит От настроения Вот этого Датчика Это зависит Очень часто Вот Поэтому Но часто Это промеряю Правда Шангенцеркулем Не микрометром Но в сотку Попадаем Вот И все равно Я здесь решил Не рисковать Вот столик Мне очень понравился Себе бы Такой сделал У меня Кстати Крепление Все просто У меня на плоскости Просто Все дело На подкладках Без всяких упоров Без всяких прижимов И кстати Стол у меня сдвинутый У меня на 1 мм Вот так вот Стол сдвинулся Давненько уже Вот здесь было крепление И я забыл Про это дело У меня нельзя Выходить за габаритой Оно у меня торчало И когда я поехал назад У меня крепление Вот в эту стойку Уперлось Мотор ушел в ошибку Но видимо Усилия хватило Чтобы все таки Сдвинуть его Чуть-чуть И вот он Ну вот получается С этого угла Если 0 взять До туда индикатором Едем На миллиметр Уходит ШВП там внутри Получается На перекос Немножко работает Ну в общем В любом случае Скоро менять планируем ШВП Вот поэтому Пока не разбираю Добиваю Как говорится Как есть Так Ну и что Осталось Открепить стол Протереть его от сож Закрепить снизу Ну В данном случае Снизу Ламели наши Которые отфрезерованы Уже готовы И можно отправлять Заказчику Сейчас я это все сделаю И покажу Как он будет выглядеть Уже в сборе А ну кстати да Болты вот здесь Вот как раз Поэтому и были сделаны Ниже чем вот здесь То есть здесь Вот у нас ступенька Я имею в цыковке Вот И вот как раз Чтобы вот эту ступеньку Вот здесь вот Участь Здесь Пониже зациковался Все Сейчас открепляю Собираю Покажу как будет выглядеть И буду готовить к отправке Итак друзья Ну что ж Вот такой вот Офигенный Столик У меня получился Все собрал Все сошлось Пазы Через КМД Выставлял Все Четко Везде Все края Даже Мой собственный Станок Завидует Такому Столу Здесь все Ну это все Показывал Все так и осталось Так и буду его отправлять Не буду разбирать Даже В комплект положу Для прижима Валики Болтики Для Прижима Кареток Вот Ну в общем Вот такой вот Результат Ну что ж Друзья На этом все Вот такой вот Офигенный у меня Получился столик Если конечно Дойдут у меня руки До переборки Собственного станка Буду наверное Делать нечто подобное Мне этот столик Очень понравился Надеюсь что понравится И заказчику По поводу Стоимости работ Ребят Я не буду Много будет вопросов Сколько стоит Туда сюда Постоянно Спрашивают Я не буду отвечать В открытом доступе У меня на основной странице В ютюбе Есть раздел Называется он О канале Заходите туда Там все доступные адреса Для связи со мной Удобнее всего Пишите в контакте В личных сообщениях Вот То же самое касается ОСЕЙЗ Кому вот интересно Многие спрашивают Какие-то детали Могу пофрезеровать Вот по чертежам Заказчика Например Вот В общем Все через ВК Если нет у вас ВК Неудобно Можете Ну не знаю Письмо написать Там на почту Электронную В общем Для связи В основном Я использую Вконтакте Поэтому прошу Всех обращаться Ну что ж На этом будем прощаться Пишите И читайте комментарии Под этим видео Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем удачи Всем пока-пока